здорово молодежь и не очень и как вы знаете я крайне редко записываю ролики по одной простой причине то что я их записываю тогда когда у нас какие-то впечатления эмоции которыми я хочу поделиться это скажем так некая психотерапия вот я не блогер а видос я блин перезаписываю потому что оказывается в 60 кадрах смартфон снимает только две минуты и вот я ж не знал ну вот а поговорить я сегодня хотел точнее излить душу насчет компьютерной периферии а конкретно это клавиатуры и мышки но чтобы понять все мое разочарование нам наверное надо будет отмотать на несколько лет назад я бы сказал даже до хера лет назад и кстати да будет много мата будет много возмущений со стороны меня это будет 18 плюс и здесь никому не будет приятно вот суть в чем совсем юным парнем с кудрявой головой я задумался о периферии ну клавиатуру хочется классную мышку хочется классную на тот момент выбор был небольшой и особенно небольшой в плане по карману были бы бабки ну конечно там можно было там тогда на хайпе тессора были рейзер стилсириес и скажем так из бюджетных линеек было мало чего тогда я взял у меня была x7 мышь и клавиатуру я взял кума вроде как она называлась китайщина шакальная ну за 800 рублей зато почему бы нет конечно вот года полтора два я с ней прогонял в пятнадцатом году где-то я себе решил сделать такой некий апгрейд и купил клавиатуру blade если я ее сейчас найду вставлю картинку я не помню как называется б там какая цифра точно сейчас не скажу но такая классная она прям строгая и мне очень это понравилось потому что я люблю строгий стиль я люблю немного подсветки чисто для того чтобы было чтобы подсвечивать в темноте у меня вот на системнике вот он весь строгий подсветка есть только на акулере вот и все и пропользовался и тогда два года и в днс и взглядом зацепился очень приколола клавиатура в железном корпусе тоже blade у нее было короче 8 по моему клавиш механический механических в железный такой корпус брутальная тяжелая я ее взял это же где-то года два я с ней погонял мышки менял тоже это были blade потом ну чё мог себе позволить то и брал и в сумме у меня их штуки 4 было за все это время и менял я их не потому что там что-то сломалось или чё-то другое такое просто рука ну ладно клавиатура это как бы очень простая вещь в плане использования вот у тебя идет пластина на ней клавиши незначительные там могут быть изменения типа цифровой блок есть нету там ивки есть нету одноэтажный enter двухэтажный короткий шифт длинный это не суть но само устройство по себе понятны а вот мышь это дело такое то есть она индивидуально подбирается под руку и я менял мышки потому что вот на одной играешь но вроде она классная работа это все такое блять на руке неудобно то туннельный синдром начинается то еще какая-то херня в общем менял мышки блади у меня были разных форматов штуки 4 да вот потом я естественно работаю деньги зарабатываю думаю почему бы себя не порадовать ну хорошей периферии фирму фирму хочу вот фирма мне нужна но так что вы вот карманы мне скажем так не опустошила я искал я гуглил и наткнулся на лоджитек в общем-то фирма древняя зарекомендованная многие блогеры ее пользовали и рекомендовали конечно же я смотрел обзоры на тот момент стаса и как просто техна блогом занимался он хвалил лоджитек макс шелли сделал обзоры кто сейчас еще есть ремонтяж ремонтяж тоже очень хорошо относятся к лоджитек и я повелся и я это сделал блять зря почему потому что не все так радушно и сейчас я вам все досконально расскажу и покажу так короче первым делом я захотел себе сменить мышь потому что я чуть-чуть увеличился в росте рука стало больше мне нужно было другую мышь я опять же по рекомендациям этих блогеров всяких разных я взял себе вот такого мыша g 102 популярная тема и она блять она классная она удобная она не тяжелая кликает неплохо ну ну да там есть небольшой отзыв но она удобная она очень хорошо сидит в руке вот и блин ну я очень радовался я получал искренне удовольствие прям ну вот бюджетная 2 300 она тогда стоила возможно она и сейчас так стоит не смотрел но она шикарная я прямо ее рекомендовал и это была моя ошибка позже поймете почему вот я получал удовольствие и пользовался и все хорошо я на волне решил купить клавиатуру и сейчас я покажу что я взял клавиатуру я себе взял тоже logitech prodigy ну в общем не важно а блин она мне понравилась она мне нравится даже сейчас вот я ее распаковал и я прям кайфанул как мне как ну как вот я люблю вот она прям строгая у клавиш если есть люфт он небольшой звук мне нравится он такой благородный чувствуется что это не пустой корпуса что ну прямо блять пробел без люфта ну тут чуть-чуть есть но не критично самая главная рабочая сторона вот прям вот ну вот вот хорошо вот прям блять собакин волос вот прям хорошо ну ну мне она прямо нравилась и клавиши такие приятные подсветки все были я получал искренне удовольствие я просто кайфовал когда ей пользовался в тот же момент примерно но я купил мышь где-то через месяц я купил эту клавиатуру жена моя нынешняя она мне пишет хочу мышь чё взять ну у нее начала ломаться я говорю слушай но я пользуюсь g102 она шикарная гуру она очень удобная возьми а для нее это очень важно она дизайнер 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 почему блять дизайнер чем не за проблема с этим словом то она дизайнер и для дизайнера вот удобная мышь это крайне важно потому что ну это их работа она взяла и вот ее экземпляр и она тоже была в восторге она и очень нравилась она удобная на ней тяжелая и все хорошо работает вот но проходит время моя мышь через полтора года начинает ломаться ломается у нее колесико она скажем так оно начало ебланить начало происходить какое-то колдунство я скроллю вниз она делает пару шагов вниз и тут же вверх на несколько шагов улетает я скроллю вверх она прыгает вверх-вниз вверх-вниз опять ну блять я думаю чё это за пиздец ну но это невозможно этим невозможно пользоваться конечно я подыскивал себе другую но скрипя зубами пока еще денежки откладывал себе я ей пользовался было неприятно но блять но приходилось и где-то спустя около месяца также начинает происходить херня вот с этой блять шикарной клавиатурой которую я прямо любил первый триггер когда я у меня закрылась в мозг такая скажем так мысля что меня где-то подъебали я проходил игру по-моему это был evil within 2 или 1 я не помню точно короче я присаживаюсь на control он у меня садится и тут же встает я блять опять присаживаюсь он опять присел несколько секунд пошел и опять стал короче начала отжиматься клавиша вот просто банально она начала отжиматься думаю да ёпт твою мать что происходит а потом такая ну я перебиндил на отце ладно как бы одна клавиша это не критично я слишком люблю эту клавиатуру чтобы выносить и приговор проходит еще неделя я печатаю допустим сообщение кому-нибудь так смотрю на экран а у меня между слов некоторых нету пробела пробел стал срабатывать не всегда я думаю сука вот это вот уже серьезно потому что пробел это клавиша которую ты часто используешь и при печати и при игре и она блять важная чё за херня клавиатура пять косарей стоило я отдал за нее пять косарей вот такая херня начинает происходить и откую ладно начинаю подыскивать ей замену потом жене оставил поиграться комп включенным в ход парсюет новый который прихожу она говорит это чё блять ну чё 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 за пиздец а как играть и я другой чё чё случилось клавиша поворота эй она же наша родная буковка f она стала тоже срабатывать через раз через раз блять начала срабатывать клавиши через пару дней к ней присоединилась и английская d наша v такая же херня начала происходить она то не срабатывает то срабатывает сразу 3 потом с w потом с эр началась такая херня буквально за полторы недели вот это происходит все я я откинул потому что но этим невозможно пользоваться как бы я ее не любил но это все это мусор в общем проходит месяц я себе купил уже другие девайсы эти нахуй на балкон закинул у жены такая же херня начала происходить с мышкой вот с колесом вот точно такая же и ровно полтора года мышка полтора года клавиатура полтора года эта мышка полтора года ровно полтора года девайс работает и идет нахуй это чё блять такое и моя проблема главная была в том что мне продавец будь он здоров сказал гарантия год прошло полтора я все выкинул забыл нахрен скрижетя зубами за потраченные деньги оказывается блять два два года уже давно прошло я и чек нахуй выкинул оказывается лоджи тек у них гарантия два года и это блять было обидно я мог сдать ее взять другой экземпляр еще полтора года пропользовать и опять сдать ее и с мышкой бы так же сделал но нет нет вот поверил продавцу моя проблема я верю людям я поверил этим блогерам которые взяли на обзор недельку поигрались сказали во прям лоджи тек пушка best of the best и пересели на свои топовые девайсы и все у них нормально я не знаю как это почему ну вот такая вот херня три девайса из пяти что у меня есть от лоджи тек из пяти они сломались ровно через полтора года мышь две триста клавиатура 5 еще одна мышь моей жены две триста чё получается девять шестьсот девять шестьсот блять просто ты платишь девять шестьсот на девайсы которыми пользуешься полтора года чё за херня то ну разве так можно это не дело вообще это просто скотство ладно пойду я их нахуй выкину подальше чтоб не бесили вот и остается у меня два девайса от лоджи тек это вот вебка c 270 вроде как вот такая шакальным качеством но сука она за свои деньги на тот момент еще когда ковид не посадил всех на дистанционку она прям прям ну за такой ценник прям хорошая и качество относительно ее скажем так конкурентов в этом ценнике было лучше но остается конечно шакально это бюджетная камера вот и второй девайс который у меня остался это f310 вот такой вот геймпад который я взял буквально для нескольких игр потому что ну есть игры которые проходить скотство на клавиатуре с мышкой некие платформеры те же самые я проходил little nightmare все части дополнения для них я и покупал геймпад и покупал его для этого господи господи как он для южного парка вот вылетело из головы что такое но я не знаю может потому что я ими редко пользуюсь еще как бы они живы а может потому что это я так понимаю это старые девайсы потому что вот этот вот еще значок их старый вот который я помню еще из юности вот этот старый значок может это старые модели блять поэтому они сука надежные блять ну вот это это пиздец полтора года 9600 вот просто я не понимаю почему так logitech какого хуя я понимаю вы этот видос не посмотрите я понимаю его мало кто посмотрит то что нахуй он кому нужен я не блогер я не популярный чисто я записываю это как опять же повторюсь чтобы выговориться такая ну скажем так терапия выговориться пробомбиться и успокоиться извиняюсь конечно но может быть кто-то возьмет на заметку потому что опять же я не хочу сказать что эти блогеры они скажем так не хорошие люди ну нет ну им прислали девайс они там недельку максимум месяц им пользуются все нормально они его хвалят там говорят что хорошо что плохо и скидывают и пересаживаются на свои лоджитеки те же самые там за 10 тысяч естественно в девайсах за 10 тысяч у лоджитека вряд ли такое дерьмо может случиться потому что если бы и в топовых моделях такое было не было бы блять лоджитека ну не было бы а вот в бюджетных линейках они все такое позволяют то есть я понимаю состоятельные люди себе покупают но мы блять пролетарии мы обычные рабочие люди мы не можем себе позволить тратить там кучу бабок на девайсе мы берем бюджетку мы радуемся ну блять ну так такое скотство это вообще ну как можно как можно делать блять клавиатура 5 тысяч я не могу сказать что это бюджетка для меня это уже прям таки серьезный средний сегмент 5 косарей клавиатура мембраны а не механика я не люблю механику мне не нравится звук вот этот механических клавиш я искал именно мембранку я взял блять ее за 5 косарей что это за хуйня через полтора года сдохла у меня все девайсы от блади блять от дешевого блади над которым все угорали там в комментариях на форумах они до сих пор живы вот вот мышь она жива я ее сменил только потому что у меня рука стала больше вот это вот ребро вот эта вот выпуклость она мне давится неприятно сука мне не нравится другая сейчас у моей малой она мне стала скажу так узкая тоннельный синдром начался начался короче из этого ну прям она мне узкая сейчас ей пользуется малой малая то есть извиняюсь малая у меня и пользуется ей лет 5 ей наверное ей лет 5 и блять все работает это работает третья у меня дома в другом городе лежит она тоже работает клавиатуры обе работают одна лежит так же в другом городе вторую я отдал сотруднику он ей пользуется получает удовольствие все нормально они все блять работают а стоили блять по две тысячи максимум мышки за косарик ну блять они работают до сих пор это говно полтора года все пизда это невозможно это что бред может я тупой что-то не понимаю ну это ну блять ну так не должно быть либо объясните мне ну я что-то реально недопонимаю может я неудачный какой но у меня вся техника живет она даталова живет пока она мне не остопиздит блять лоджитек во пизде пошел я понимаю одна мышка блати сломалась и то из-за того что при переезде там в Красноярск упаковали неправильно вот как-то так у нее загнулся провод перетерся обломались там контакты все пизда мышки пришла но это чисто из-за того что упаковали шакально все в общем купил себе другие девайсы я не знаю сейчас буду ждать подъебом купил клавиатуру дешманскую но она работает она мне блять не нравится ну типа а вроде она и неплохая но вот извиняюсь звук немного отрубился пробел нажал в общем ну Vigor 30 MSI и блять не пожалел купил себе этот Razer Василиск беспроводной ну вот тоже опять же что там за 5 за 4,5 купил вот блять люфт на клавише ну что такое блять мышка 5 косарей люфт на клавише я не стал сдавать типа ну думаю посмотрим как оно там будет хуже не становится на этом спасибо тем более мышка я вот положил пальцы все ну сука ее главный главная ее проблема главный ее минус это в том что как любые беспроводные мыши она уходит в сон когда ты ее не трогаешь потом там подошел подвигал нажал на кнопку все оно включилось она блять иногда не включается она не выходит из сна приходится выключать вытаскивать свисток потом вставлять свисток включать и тогда она отупляется ну тоже еб твою мать жене на замену вот это вот говна которая сдохла через полтора года тоже дезадр второй пришел на смену я не знаю но я больше для меня Logitech все это крест я никогда больше не куплю Logitech геймпад я тоже поменяю потому что ну он работает ладно ну дискомфортно допустим да вот ты вот так вот играешь ты его держишь блять начинает руки сводить но это не проблема именно его а может мои руки просто сюда не подходят ну а для меня Logitech это все это до свидания просто если все-таки кто-то из Logitech увидит объясните почему так ну вот что это такое почему я понимаю бюджет туда идет некачественная комплектация но почему покупаются три девайса и три девайса выходят из строя ровно через полтора года но это ненормально так не должно быть так не должно быть ладно я буду на этом заканчивать что я вам хочу сказать если кто-то это посмотрел зачем не знаю но ладно спасибо в общем пишите были ли у вас с Logitech такие же проблемы и помните то что блогеры конечно они что-то советуют они этим пользуются недолго и как это будет на дистанции опять же они не могут знать предугадать вот все на этом наверное спасибо за просмотр сохраняйте ваше ментальное здоровье физически всегда будьте здоровы и чтобы у всех ваших родных друзей знакомых тоже все было хорошо до свидания до свидания